Доброго времени суток, мои шладенькие ютубные пирожочки! Приветствую на канале Йолотюб! Вот, наконец-то, дошли руки потестировать новых геоперсонажей Итта и Гора в Геншин Импакт. В этом ролике я поделюсь своими впечатлениями и расскажу, кого из этих героев мне бы хотелось получить и почему. Начнем мы, конечно, с легендарки. Ротак Итта у нас гео-двуручник. Его роль – основной дамагер. Он жадный до статов и желающий постоянно находиться на поле боя персонаж. Его способности нацелены на разгон урона с руки, а также на ускорение обычно медленных атак клеймором путем изменения заряженной атаки на более динамичную. Также Итта, как C6 на Эль, способен перегонять часть своей защиты в урон. Итта вошел в историю как наиболее брутальный визуально персонаж у Геншини на данный момент. Однако, это лишь обманчивое первое впечатление. Приглядевшись, нетрудно заметить, что этот тип такой же няш-мяш, как и остальные тонкие звонкие геншиновские юноши с взором горящим. Чего стоит один только его маникюр? Отчасти это одна из причин, по которым мне не зашел Итта. Никак не могу избавиться от ощущения диссонанса, глядя на его модельку. Хотя, оружие в форме поки, безусловно, очень забавное. К слову о мече. Сигнатурное оружие Итта – краснорогий камнирук. Он имеет большой показатель крит урона, но зависит от стата защиты. Поэтому это оружие не универсально. В данный момент оно хорошо подойдет или самому Итта, или боевой горничной на Эль, желательно с шестым созвездием. Для фритуплейщиков есть меч «Белая тень», который дает много защиты и усилит ульту Итта. Но, конечно же, он не идет ни в какое сравнение с сигнатуркой. По сету артефактов особых вопросов я не имею. Окон сладких грез усиливает атаку и защиту, так что вариант хороший. Только вот собирать сет будет дорого по смоле, потому что половина вашего дропа будет мусором на лечение. Если у вас много геогероев, которые хотят защиту, таких как Альбеда, Наэль или Итта, то вперед из песни, как говорится. По ощущениям Итта со своей ускоренной заряженной атакой играется гораздо шустрее всех остальных двуручников, включая даже Рейзера под ультой. Я очень долго играла двуручниками, сначала Рейзером, потом Иолой, поэтому мне есть с чем сравнивать. Урон, который показывает Итта, довольно хорош, но здесь нам нужно притормозить с восторгами. Вспоминаем о том, что геоэлемент не создает мощные реакции с огромными бонусами. Так что потребуется влить в аратаке много статов, а также выдать ему сигнатурный меч, чтобы он начал дамажить как в тесте или даже лучше. Выкрутиться за счет взаимодействия реакций, правильно переключаясь между персонажами и активируя способности, не удастся. К тому же у Итта не особо высокая базовая атака. Урон аратаки сильно зависит от того, сколько стаков на артефактах и его собственных способностях вам удастся набрать. Ну и еще у него есть карликовый бычара, который немного потанчит своим попцом врагов для вас и поможет набрать те самые стаки. Мелочь, а приятно. Итта и геоотряды, в которых он будет играть, к сожалению, пока что маловариативны. У нас есть очень ограниченный список героев этой стихии, который, конечно, будет постепенно расти. До вода гора у нас было всего два геоэпика, теперь их хотя бы три. В патче 2.4 мы получим первую эпическую геокопийщицу Юнь Цзинь. Если она будет саппорт героем, что весьма вероятно, исходя из ее сюжетной роли певицы и танцовщицы, то это пойдет Итта только на пользу. Из имеющегося пула Наэль и Итта будут конфликтовать за место на поле боя, как и Нингуан. Однако Наэльку, скорее всего, придется брать на роль Хила и Щитовика, чтобы компенсировать порезанное на 20% элементальное сопротивление Итта. Гора, Альбедо и Джунли выглядят более подходящими в филиал банды Аратаки. Я, к сожалению, пропускаю Итта, потому что, каким бы он приятным ни был, у меня банально не хватит камней, чтобы достать и легендарного персонажа, и его сигнатурку. Я не думаю, что обычному фритуплейщику удастся выжать из него хорошие цифры без легендарного меча. Еще мой скип обуславливается тем, что я не хочу привязывать себя к одному лишь геоэлементу. На мой взгляд, многое в геншине завязано на взаимодействии стихий. Для фритуплей игрока отказываться от большей части игры в пользу меньшей без жгучей любви к гео было бы расточительно. Еще один тазик дегтя в бочку меда подливает бездна. На двенадцатом этаже вечно тусят монстры с устойчивостью к геоэлементу, например, геовишапы, попрыгони или какие-нибудь лавачурлы. Поэтому, извини Итта, возможно, мы встретимся с тобой на реране. Но сам по себе баннер Аратаки, кстати, очень даже неплох. Новый герой Гора в коллекцию или для вашего геоотряда, практически универсальная и мощная Сянлин, а также неплохой саппорт и бафер Сепа Садерконоборца Барбара. Хороший набор персонажей и для новичка, и для бывалого игрока. Гора произвел на меня более однозначное впечатление. Во-первых, это эпический персонаж, и раздобыть его намного проще. Во-вторых, он просто в эксплуатации. Это герой-прокастер, который может работать из кармана. В-третьих, Гора является важным героем для геоотрядов, поскольку может улучшать все основные характеристики персонажей этой стихии. Он дает как стихийный гео-урон, так и защиту. Приятным бонусом является симпатичная и хорошо проработанная моделька, которая, конечно, не особо соответствует генеральскому титулу, но камон, это аниме-стилистика, в ней вечно школьники мир спасают и странами управляют. Суть Гора как персонажа проста. Его эффективность напрямую зависит от количества гео-героев в вашем отряде, поэтому в других пачках он покажет себя намного слабее. Любите гео-стихию? Тогда Гора вам точно пригодится. Он может стать тем самым недостающим звеном, которое поднимет урон отряда на новую высоту. В тесте Гора выдали новый защитный сет «Кокон сладких грез», а также лук «Фаония». У него не особо хорошие статы и в реальных боевых условиях можно добиться лучших результатов, так как персонаж про кастера, ему нужно восстановление энергии. Чем чаще он будет сбрасывать ульту, тем лучше. Ульта дорогая и кушает целых 80 энергии. Имейте в виду. Личный урон Гора в тестовом забеге так-сяк сопоставим с тестовым же Альбедо. Космических цифр от генерала не ждите. У персонажа явная саппортная направленность. Качать его как основного дамагера будут лишь единицы. Но мне было бы интересно посмотреть на этих отважных храбрецов, которым не жалко слить смолу ради фана. Я люблю всякие упоротые сборки. Вот такие впечатления оставили у меня Итта и Гора. Песеля я обязательно покручу в следующих баннерах. Итта, вероятно, будет ждать Реран. Мне понравился необычный муссетер атаки и стремительность его атак. Однако мне, как фритуплейщику с кучей играбельных героев, будет непросто добиться хороших статов для него. Пока я не готова отдать смолу, но может быть лишнее через полгода-год игры у меня как раз и появится. А там и Реран подоспеет. Что ж, на этом у меня все. Желаю успехов тем, кто еще не получил новых героев, но хотел бы их выкрутить. Поздравляю тех, кому улыбнулась удача. Желаю всем приятной игры. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok